Всем привет, друзья! С вами канал Твой Игровой. Сегодня мы играем с Германом Тихомировым, с Женей. И, собственно, со мной меня зовут Денис, как всегда, в настольную игру, которую придумал Герман. Не часто у нас такое бывает, но вот сегодня оно случилось. Вы хотели приключения от русского автора? Вот оно! Поехали! Вообще, здесь должна быть рекламная вставка, конечно, что эту игру вы можете приобрести в мире хобби, но нет, вы не можете приобрести, и никто не может ее приобрести. Во-первых, она на английском языке. Во-вторых, это прототип, который съездил на Генкон. Ну, не конкретно эта коробка, а вообще прототип. И, собственно, вернулся. Он в продаже еще, этой игры нет. Правила дорабатываются. Русские правила еще пишутся, но мы сегодня все-таки сыграем в нее, пощупаем эти базовые механики, плюс-минус что-то изменится. Какие-то мелочи. Какие-то мелочи, да. Но Герман, как разработчик, сделал некий кор, ядро игры, и Мир Хобби сейчас его уже без тебя дорабатывает. В основном, да. Ребята очень хорошо взялись. Да, и какие-то моменты даже для самого Германа будут удивительными находками. Вот. Но мы попытаемся сделать так, чтобы это было интересно. Мы сыграли уже одну партию. Это было уже интересно. Спойлер. Вот. Ну и давай, Герман, тогда расскажи про саму игру. В целом, что это такое, что мы будем делать. Ну и потом постепенно к механикам перейдем. Прости, давай я начну, чтобы запомнил. Мы оказываемся в городке в Неком, как вы видите. Кстати, у нас сейчас будет кадр на весь стол, потом мы приблизимся к городу, ну, чтобы сначала компоненты вы увидели, как это все расположено. Мы оказались в некотором городке, который оказался не очень приветлив для наших героев. Вот. Мы здесь застряли. И я первое, что хотел спросить, какое это примерно время? Вот какие-то, какой век? Насколько я понимаю, это некая эклектика. Я бы сказал, что, наверное, век-то, может быть, 19-й, судя по тому, что по картинкам. Ну, это не так принципиально. Это фэнтезийная конструкция, скорее такой готик, панк. Даже не знаю, как это правильно назвать. Ну, вот. Очень стильно ребята подошли к оформлению. Оформление сразу скажу, что супер. Немножко потом в конце еще скажу про него. Ну, пока это просто, ну, очень стильно. Реально очень стильно. Меня почему-то клонит к Ван Хельсингу туда-куда-то, да? Явно что-то оттуда есть. Механика позволяла это сделать века от 16-го до 20-го, в общем, без проблем. А так уже. Вообще, какой хотите, такой и считайте. Ну, хорошо. В конце концов, никто не говорит, что это происходит в нашем времени, в нашем пространстве. В России. В принципе, проклятый город. Я понял. Где он находится, когда он находится. Как сюда попали эти люди. Куда они отсюда будут. Это уже можно там смотреть, да, думать. Ну, хорошо. Давай тогда расскажи, чем будем заниматься, как здесь победить и так далее. Ну, собственно говоря, мы играем за некие персонажи, которые зачем-то приехали в этот город. У них есть какая-то своя личная цель. Но, в принципе, она уже этих героев волнует не очень сильно, потому что оказалось, что здесь все гораздо хуже, чем мне предполагали. Городок проклят, и проклят очень сильно. И теперь эти герои, попав сюда, тоже прокляты. Собственно говоря, выиграть здесь можно одним-единственным путем, это пережить все здесь события в течение трех дней, трех ночей. Ну, соответственно, мы сразу же играем не обучающий сценарий, а первый полноценный, но обучающий только для понимания правил, а так, чтобы хорошо поиграть с полным вкусом, умеется послугать уже сразу же полную версию. Вот, поэтому надо выжить три ночи. Ну, как выжить, соответственно? Умереть в этой игре окончательно никто не может, как полагается. Но нужно на конец третьей ночи не иметь ни одного проклятия и не быть, собственно говоря, одержимым в этой игре. Если в какой-то момент можно получить и такой жетончик одержимости, и, соответственно, игрок с этим жду, но выиграть, в принципе, не может. Ну, если от него не сумеет как-то избавиться. Пока он на руках, значит, победа недоступна. Пока на руках есть карточки проклятий, победа тоже недоступна. И то, и другое можно в ходе игры получать, ну, естественно, можно от них избавляться. То есть нужно избавиться от проклятий к моменту третьей ночи? На третьем рассвете. На третьем рассвете. Быть на выходе из города. Который еще неизвестно, где появится. Пока неизвестно, где он будет. И, соответственно, не иметь ничего, что помешает покинуть это замечательное место и остаться в нем навсегда. Это, в общем, единственная цель. При этом одной из таких особенностей игры является то, что нам по-хорошему без разницы выиграть ли кто-нибудь еще за этим столом. Можем выиграть в одиночку. То есть, в принципе, в игре может быть от нуля победителей до всех победителей. Это теоретически и то, и другой вариант доступны. И тут уже выживай сам. Каждый сам за себя. Как может. Непосредственно, соответственно, у нас есть поле. Поле разделено на, грубо говоря, клетки. Такие вот, видите, четыре тайла. Да, 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 есть большие тайлы. Это для определенных вещей важно, как бы, вот, большие тайлы. У них есть у каждого свой символ. На это будут потом ссылки. И, соответственно, есть клетки, по которым мы перемещаемся. Перемещаться можно по стрелочкам. Стрелочки где-то двухсторонние. То есть, можно туда-обратно ходить, где-то односторонние. Можете ходить только в одном направлении. Где-то цветные. По ним можно ходить только в определенных условиях. Важные понятия есть, соответственно, понятие дома. Граничного пространства. И обычно с дверью. На это тоже будут определенные условия. Надо обращать внимание, что дома, у них есть отдельные правила. И есть порталы. Это просто, на самом деле, соседние клетки считаются для движения. Как будто они связаны обычной белой стрелочкой. У каждого игрока есть, собственно говоря, колода действий. Из семи карточек, из которых мы берем четыре. Берем себе в руку и свой ход мы разыгрываем одну из этих карт. Вернее, мы либо разыгрываем одну из этих карт, либо говорим, что мы отдыхаем в этом ходу. Ну, про отдых чуть позже. А разыгрываем карточку. Здесь мы открываем карту и применяем одно из действий, которое на этой карточке доступно. Там можно ходить, можно кого-то атаковать. Можно делать поиск. Есть еще защита, но она играется как реакция на что-нибудь атаку. Очень важным элементом игры является наличие и отсутствие вот такого вот символа, песочных часов на карте. Если на разыгранной карте есть этот символ, то после того, как игрок отыграет свой ход, двигается время. Это очень важно, потому что у нас есть день и ночь. Днем и ночью правила игры немножко разные. И когда наступает ночь, все меняется, и это замечательное место становится еще более прекрасным. Мы ощутили это в первую партию. Да, и сейчас это будет все, сейчас мы все увидим на примере. Что такое движение? Соответственно, мы можем двигаться в пределах цифры, которые здесь указаны. Если здесь есть цветной марки, в данном случае у меня сапог розовый, значит я в течение движения могу двигаться по розовым стрелкам. То есть, например, если бы находилась фигурка здесь, я в качестве движения могу сделать там раз, два, три, четыре, пять. Если бы была синяя, то я могу двигаться по синему, но не могу двигаться по красному. То есть, это такие места, которые, можно сказать... Сложно проходимые, надо как-то... Переплыть, вброд пройти, там через... Програться через пусты, там прыгнуть в окно, там такие сложности. Соответственно, атаку мы можем сделать по герою, который находится в нашей клетке или в соседней. И, соответственно, попытаться нанести ему столько урона, сколько здесь нарисовано. Тот, кто атакован, в этом случае обязан сбросить карточку с руки. И из атаки вычитается, собственно, защита, которая циферка рядом со счетом. Если защита меньше, чем атака, то, соответственно, разница проходит по герою. У героя есть параметр жизни. Ну, и, соответственно, они могут стать... Меньше нуля. Ноль или меньше. Если так случилось, то герой умер, но из игры не выходит. Это такое чудесное место, где умереть надолго тоже не выходит. Герой в свой ход появится в полагающемся для таких случаев месте. Единственное, что он получит себе новую карточку проклятия, от которой ему тоже надо будет избавиться до конца игры. То есть, умирать можно, но неприятно. Если защита была больше, то ничего не происходит. Защита была сделана удачно. Следующее действие, соответственно, это поиск. Если мы находимся в точке, доступной для поиска, такие точки обозначаются вот такими вот сундуками. Они есть пропечатанные на поле в местах таких, как кузница, аптека, и там еще есть библиотека, или это дома с номерами. В домах просто жетон, он одноразовый. Я бы искал дом, и все. Чтобы искать, надо, чтобы на карточке был тот же символ, что на том четверти поля, что... То же самое символ, что и на четверти поле, что там можно было бы искать. То есть, я вот играю карточку, он паучок, я могу искать, соответственно, в любой точке, которая на этом тайле. То есть, например, вот здесь. Если я ищу в доме, то, соответственно, этот жетончик сбрасывается все, в доме больше ничего интересного нету. Я беру карточку из колоды домов. Она там отдельно замешана по определенным правилам в начале партии. Если я ищу в месте, где сундук напечатан, это большие локации, там большие дома, много всего интересного, просто берусь из колоды, которая соответствует этому месту. Карточка идет сразу же в руку, и, соответственно, таким образом я могу прямо в следующий ход ее использовать. Карточки эти более интересные, там более большие цифры, и там еще появляется, как вариант, дополнительное действие. Чаще всего она требует сбросить карточку совсем из игры, но получить какой-то моментальный и очень интересный эффект. Ну, например, здесь можно телепортнуться в любой дом с номером. Это очень круто. Но эту карточку можно использовать как обычную, соответственно, не выкидывать ее из игры, а применить одно из действий, которое написано здесь. Только применение этого своего действия ее из игры. И здесь цифры поинтереснее были. Цифры там обычно повыше, чем на обычных кардах. Хорошо. Это то, что касается возможности действия. Мы можем сделать второе действие, из доступных нам здесь не одно и то же. То есть, например, можно там походить и поискать, но в этом случае герой тратит в себе один рассудок. Рассудок уменьшается на единицу. И если герой потерял рассудок полностью, он, конечно, не умер, но портлетие все равно получил. Это тоже, естественно, неприятно, потому что по тлети надо будет потом еще как-то избавляться. Вот. В конце хода мы добираем карточки до, соответственно, четырех. Если у нас остается карточек четыре или больше, мы просто ничего не добираем. У нас все рука полная. И при этом у каждого свой сброс, и здесь еще входит механика колодостроя. Да, немножко колодостроя, потому что все предметы, которые мы подобрали из таких колод, они уходят на сброс, там, замешиваются. И пока мы не используем их особого свойства, которые требуют его сброса, они у нас будут крутиться в колоде, давать нам маленькие преимущества. Давай еще к героям немножко вернемся. Еще у нас действие отдых. А, да. И сказать, что мы отдыхаем. Во-первых, нам восстанавливать рассудок, что очень полезно, потому что напоминаю, что рассудок ноль – это проклятие. А это совсем не хочется. Если мы находимся на улице, это восстанавливаем два рассудка. Если в доме, то три рассудка. В доме отдыхать удобнее. Кроме этого, мы можем сбросить любое число карточек с руки, когда мы это делаем, чтобы набрать новую руку. Более интересная карта. Но в этом случае мы двигаем время. Хорошо. То есть, таким образом, можно немножко контролировать время, ну и, соответственно, нельзя просто так сидеть, ничего не делать, крутить колоду. Время будет идти, но ко всем тут безжалостно. Да, это точно. Насчет героев хотел еще уточнить. У них есть своя некая предыстория. У меня такой приключенец некий. Но свойств у них как таковых нет. Свойств у них, да, сейчас у них героев нет. Это свойство им заменяет вот эта карточка индивидуальной задачи. Да. Они у нас есть. Если там есть определенные условия ее выполнения, если эта карточка выполняется, герой получается уникальный предмет. То есть, у него есть... Некоторая индивидуальность есть, просто она не прорисована вот здесь. Она скрыта, индивидуальность героев в тайном свойстве. Тайной задачи. И насколько я... Мне очень важно сейчас... Про вот эти карточки скажешь? Чем нам важится за день и ночь? Когда наступает ночь, в конце хода, соответственно, когда маркер времени переходит с дня в ночь, каждый игрок открывает верхнюю карточку в своей колоде ночей. И там будет у кого-то просто дополнительное задание на эту партию. То есть, на эту ночь там будет сказано, что в эту ночь вы должны что-то успеть сделать. Ну, обычно вы иначе получаете проклятие. Там, в принципе, все будет написано. А конь будет написано, что он становится одержимым. Он меняет свою фигурку на вот такую не менее симпатичную. И дальше играет по несколько другим правилам. И, соответственно, он берет себе жетончик одержимости, потому что теперь он одержимый и не сможет выиграть в игре, пока от него не избавится. Избавиться от него можно двумя способами. Но один из них очень редкий. Очень редкий – это найти особую карточку у этих колодок, которая позволит снять жетончик одержимости с другого игрока. А другой, который одержимый будет пытаться воплотить всеми силами – это убить одного из героев других. Причем именно героя человека. Если каким-то образом будет два одержимых, друг друга убивать совершенно неинтересно. Жестоко. Да, герои зря приехали в это место. Теперь они это знают, но чтобы это знание воплотить в жизни, больше никуда в такое место не приезжать, надо сначала отсюда уехать. А это будет возможно только на третьем раз в виде. От этого надо дожить. Поддержим там свои правила. Интересное самое, как мне кажется, правило – это то, что те же самые карты, которые у вас были в руках, переворачиваются, и теперь вы играете уже вот этими значками. Одержимый, как видите, ходит. В принципе, я думаю, что можно правило одержимого разобрать тогда, когда у нас случится одержимость. Она у нас точно случится в первую ночь, механика игры обеспечивается. Также у нас еще есть в игре различные нейтральные враги, которые не управляются никаким игроком. Осмысленно они просто бегают по полю. Но мы играем в большой сценарий, они появляются в нем не сразу же. Когда появятся, мы уточним этот нюанс. Да, все верно. Все нюансы будут во время партии. По еще нюансам, соответственно, того, чтобы понимать, как устроена игра, чуть больше. У нас есть сценарии. Мы взяли сценарий 1. Соответственно, мы вначале пересмотрим правила сценария. Там есть дополнительные элементы правил. В данном случае мы получили на эти места силы по три жетончика свечей подсветы у каждого игрока и игрок может в течение своего хода их подбирать. Если он проходит и тратит единичку движения на то, чтобы это сделать в этом месте. Эти жетоны могут быть использованы в игре для лечения и для усиления атак. Например, может быть, разобрать. Но и здесь еще есть правило этого главы сценария, что тот, кто будет иметь больше жетонов, тот получит все дополнительные карты полезные. Это круто. Это такой нюанс, который у сценариев есть правило. Вот оно у нас мы открыли, оно сработало, мы эти жетоны положили. Собственно говоря, до сценариев есть вот еще два сценария, всего их три. И есть правила, которые позволяют просто формировать колоду сценариев из этих сценариев случайно. Я прочитал, это называется Open Game, открытая игра, когда вы берете в начале в первый день рандомный лист, первый лист рандомного сценария, во второй день второй лист. Таким образом может происходить самое удивительное событие в этом месте. Ну что ж, все, мы тогда укрупняемся все вы видели, какие компоненты здесь присутствуют и будем концентрироваться уже на поле, здесь самое будет интересное. Ну что ж, Герман, первый игрок. В принципе мы начинаем с какого-то входа в деревню, первый игрок берет и выставляет фишку на один из входов, вход обозначен стрелочкой, пока сюда выйти нельзя, в другую сторону, там нет ничего, может быть когда-нибудь в этом местном водосу выйти. Ну это справляемся. В принципе мы могли встать хоть все в одном месте, допустимо, но как показывает практика, лучше держаться подальше на первом году. Это зависит от того, что привязать технику с другом. Кстати, по-моему эти тайлы будут двусторонние, с более сложной и с более легкой стороной, но пока что они не пропечатаны, только одна сторона пропечатана. И всякие дополнительные локации могут появляться. Пожалуйста, здесь арка какая-то. нюансы. Всех нюансов за одну игру увидеть нельзя. И наверное это хорошо, потому что позволяет играть много игр и много раз удивляться новым событиям. и соответственно проклятия лежат открытым, можно видеть что надо. Мне что позабавится от проклятия, хорошо бы находиться в кузне. Давайте попробуем так. Я играю движение 6, позволяет мне пойти на 6 и более того, позволяет мне ходить в этом ходу по зеленым стрелкам. Я делаю движение раз, вторым движением я забираю свой зеленый жетончик свечи. 3, 4, 5, 6. Чуть чуть я не дошел до места сундуком. Но ты бы его не мог исследовать. Да, в следующий ход я мог бы исследовать его. Да, понял. А так мне в следующий ход тратить рассудок. правило дверей расскажем когда дойдет до самого веселого. И продвигается время. Это очень важно не забывать. Я бы в принципе мог сделать что-то еще. Во-первых, мне еще во-вторых, не хочу. Рассудок мне дорог. Хорошо. Я добираю карточки до 4 и передаю ход следующему игроку. Несмотря на то, что мы здесь все не в кооперативном режиме, я Жене предлагаю в кооперативном режиме настолько насколько захотим. Я тебе предлагаю собрать здесь жетоны, потому что я знаю, что будет дальше. Вторую карту сценария я читал. я бы тоже предложил начать вот здесь собрать там жетоны. пытались уже начали в разных местах ходить в одном месте, собрать все жетоны и пойти вместе. Давай, у тебя есть еще время. Пока можно. Не хочешь? Туда переместиться? как будто ты начал отсюда. Ну давай. Ну давай. так, у меня есть раз-два не надо как минимум четыре хода. Вот я играю карту, здесь есть четыре движения, раз-два-три и четвертым движением я своего цвета беру свечу. Доп действия не хочу делать и я продвигаю время. Ух, у меня другая карта к сожалению нет. Раз-два-три четыре пять-шесть и тоже двигаешь. Да. Скоро это зависит от того, кем мы карты сыграем. там не на всех карточках есть этот символ и сейчас может несколько ходов принято не сыграть. А может кто-то взять и сыграть. я решил, что он находится в положении, которое ему выгодно. Я вот играю движение на три. Движение на три мне не очень хочется. вот так чуть играть, а потом убирать. Дохожу до сюда, трачу один рассудок, чтобы немедленно сделать ничего. месте я потратил 1 рассудок, чтобы после движения еще немедленно подобрать карту. Да, как избавиться от проклятия собственно говоря? На проклятие надо сделать действие, то есть можно сыграть карточку, не выполнить ничего, но избавиться от проклятия. Если оно выполняется в условии... Ну или если сбросить проклятие на дополнительном действии. Например, мог сюда прийти и вместо того, чтобы брать карту. Сейчас сказать потратить 1 рассудок на сброс проклятия. Если есть такое проклятие, оно у меня есть. Но я выбрал взять карту. Я понял. Смотри, я хочу объяснить, что во-первых эти проклятия, они стартовые. У них такая вот рубашка пурпурная-зеленая. Они в принципе легкие. Вот например, я могу скинуть проклятие в доме 4 или 6 или я могу скинуть проклятие вот это вот в аптеке или в кузнице. Вот здесь лежат более такие уже навороченные проклятия. Они там могут что-то вам плохое сделать, когда вы их возьмете. Ну и так далее. В общем, пока что нормально. Живем. И снова добираю карточки до своих четырех. На карте, которую играл, было значение время. Ну что же делать? Что происходит ночью? Ночью самое веселое, мы открываем карточку. И я становлюсь одержимым. Эта карточка просто сбрасывается, она уже не имеет значения. Я получаю вот такой вот милый жетончик и вот такую милую фигурку, взамен той фигурки, которая у меня была до этого. В принципе, в этот момент, если у меня были бы какие-то раны, я бы свой персонаж вылечил. Он теперь не совсем человек. И я переворачиваю свою колоду и буду действовать вот этими символами. Они больше. Их там, соответственно, в этом случае я применяю не на выбор один, а все, которые могу и хочу. Походил, подрался. Да, то есть бегаем, кусаемся, творим всякое. И причем они есть даже на картах, которые... Они на всех карточках есть, потому что, естественно, более того, здесь они тоже частенько более интересны. Да, 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 я понял. Если герой успел прокачаться, то его одержимое состояние тоже будет, возможно, более сильным. Но при этом ряд ограничений там все-таки есть у него. Нельзя использовать предметы... Естественно, потому что он перевернул, и все, что написано вот мне вот здесь, его никак не волнует, он не может этим пользоваться. Он не отдыхает, он не пользуется. Да, он не может отдыхать, у него много... Ему надо бегать и убивать кого-нибудь в теории. Хорошо. И есть еще одно важное правило. Он вступила ночь. Во-первых, те, кто не получил эту чудесную штуну одержимости, получили все задания. На ночь. Там обычно, если не успел что сделать, получай себе проклятие. Здесь все просто. А их может быть больше двух проклятия? Да, может быть сколько угодно проклятия. А, все. И главное, наконец, в партии не было бы ни одного. Блин, теперь я понял, в чем фишки. Я думал, что их максимум два. Нет. Нет. Это милое, чудесное место. Чего здесь не жалко, это проклятие. Я думаю, да. Раздают бесплатно и много. С этим тут все хорошо. Хорошо. Хорошо тут с проклятиями. И ночь. Ночью нормальным людям, как известно, положено спать. Это значит, что теперь за любое действие, кроме отдыха, надо потратить один рассудок. Ночь темно и страшно. Угу. Угу. Напоминаю, что полная потеря рассудка, во-первых, не позволяет делать ничего, что делается за отрату рассудка. Ну, то есть, ночь, наверное, можно делать только отдых после этого. И привык к дополнительному проклятию. Угу. Так что очень много бегать ночью – это путь в данном случае к проклятию. Угу. Угу. Хорошо. Я понял. Ну, собственно, я могу озвучить… Они, в принципе, поскольку не открываются… Да. Потому что, когда ты её выполняешь в миссию, ты должен показать, что… Да. Я должен выполнить действие поиска в квадрате с птичкой. Вот он. А я, собственно, здесь. Вот. И если я этого не сделаю, то я возьму проклятие. Да. За ночь мне нужно это успеть сделать. Но. У нас, кроме всего, сработало свойство нашего сценария. Да. Которое гласит. Игрок, у которого больше всего свечей, в данном случае, у нас… Мы все успели взять по одной, правильно? Да. Успели же все по одной. Все успели. То есть, поскольку игрок или игроки, в данном случае, мы каждый можем взять по одной карточке из колоды. Соответственно, на аптеке или из колоды библиотеки. Ну, я возьму карточку отсюда. Она мне, правда, сразу же станет вот такой вот. Но тоже неплохо. Она идёт в руку, собственно. И за каждый квадрат четверть поля, в котором больше, чем одна свеча осталась, мы доставим жидончик голодного призрака. Вместо силы. Вот они тут. Да. Анастасилы. Вот эти призраки. Применили. Да. Важный момент. Тот, кто активирует ночь, ну, в смысле, в принципе, смену суток, получает себе жетончик судьбы. Этот жетончик говорит о том, что в конце хода этого игрока будут ходить ещё и все монстры на поле, которые вот такие вот… Активируются они с помощью карточки, собственно, этого монстра. Там у них есть правило, как они ходят, но в целом они ходят к ближайшему герою, неважно, человек, это одержимый, и его убьют. Угу. Это, соответственно, происходит только в конце хода игрока с этим жетоном. И если у нас возникает спорная ситуация, ещё жетончик является маркером, кто эту ситуацию будет разрешать. Хорошо. И что, по-моему, у нас спаунятся монстры… Да, потому что мы применили карточку с конец дня, у нас теперь карточка начала ночи. Доставай. У нас глава 2, которая гласит… Вот эти голодные призраки… Это вот эти как раз. Приходят на руины, локации руины. Так, вот они, руины. Угу. И каждый номерной дом, в котором уже был сделан поиск. Кажется, мы не успели ни один дом обыскать, и этот пиздик не ушли. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, пока Герман читает карточку, я хотел бы заметить, что, скорее всего, эта игра могла быть в премиум варианте, если бы ещё вместо жетонов монстров были фигурки монстров. Может быть, но они работают настолько по разным правилам, что либо делать очень отличающиеся фигурки, но чтоб не путать. У нас и так есть по 2 фигурки на каждого игрока, по сути дела. Ну, это был бы уже… Это ещё фигурки монстров. Ну, это был такой ответ к Мону, знаешь. Коу-мини-анатту. Даже не знаю, стоило ли оно того. Ну, с точки зрения, кому нравятся фигурки, может быть. Я просто тянул время, пока ты читал. А-а-а… Здесь просто есть нюанс. Думаю, что мы сейчас его опустим. Да. Да, в конце этой ночи мы уже знаем, что это произойдёт. Каждый герой потеряет столько рассудка, сколько призраков находится на его квадрате. Угу. Стараемся. Ко чему это может привести, вы уже все это всё проговорили. Собственно, это был мой ход. Не очень для меня удачный, потому что я превратился выдержимый в армии. Хорошо. И до моего хода ещё далеко всего спеют разбежаться. Если бы вышла сейчас Малышева, она бы сказала, это норма для этой игры. Это нормально. Ладно. Я… Я мог играть какую-нибудь другую карту, делать что-нибудь ещё. Постараюсь. Я рискнул и… Мне нужно отправиться… Напомню, я синий игрок, а цвет игрока, что интересно, определяется по доминирующему цвету на его… Просто удобно, чтобы видеть его карточки. Так вот, что я собираюсь делать? Смотрите. Телепорты – это соседние тайлы. Ну, соответственно, мне нужно поискать в этом тайле, чтобы не получить проклятие. Я его не хочу получать. Раз, два, три, ну, скажем, четыре-пять мне надо. Четыре-пять. И, скорее всего, мне нужно, чтобы ночь это быстренько кончилась. Я играю вот эту карту. У меня шесть движения есть. Я делаю раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, что я оказался в библиотеке. Я скидываю это. За действие я должен, так как это ночь, потратить рассудок. И, пожалуй, я ещё потрачу рассудок, чтобы как раз здесь поискать. Постараюсь этой карточкой позволяется. Что? Ну, символ на карте. А, а у меня паук. Так что я отменяю. Просто сейчас. Не сейчас. Да, просто жую, жду, но время двигаю. Так. Давай, Женя. Немножко. Так. Вот так сделай. Я похожу в соседнюю комнату. Угу. За это немного рассудка дышусь. Так, это действие было, да? Теперь я хочу активировать второе действие поиска. Если ты… За это я два рассудка теряю. Суммарно, да. Да, суммарно. То есть она остаётся ещё минус два. Нет, нет, суммарно в смысле за действие и ещё за то, что ты поискал. То есть у тебя три должно остаться. Почему? У тебя было пять рассудков. Ну да, я же первым действием походил. Да. А вторым… Минус один. Да. Вторым действием я… Поискал. Поискал. Всё. А чтобы активировать поиск, надо один рассудок потратить. А также ночью, это второй… нет, в принципе, ночью то первое действие тоже стоит один рассудок. Суммар нравится два. А, первое действие. Да. Всё, тогда ещё. У тебя совпадает, да? Осьминожка? Да, осьминожка. Ну всё. Всё. Поискал. Ну и у меня выполнено задание. Надо было поискать в квадрате с осьминожкой. Ну, знаешь, в этой игре никто тебя не благодарит, а просто типа, фу, хотя бы ничего плохого не произошло. Как в древнем ужасе часто бывает. Так, ну хорошо. Двигалось ли время? Нет. Нет. Да. Да, двигалось. Это очень плохо. Так, скоро ночь закончится. Да, но днём Герман превратится опять в нормального человека. Ну, ненадолго. Так, я не знаю, какие у тебя там цели, конечно. Ну, цели не обязательные. Они вам дадут только какой-нибудь классный предмет. Хорошую карту. Да, но они действительно классные. Ну, пусть я играю карточку, которая позволит мне подвигаться на пять, протаковать на три. Ну, наверное, таковать я никого не буду. Просто потому что не дойду. Хотя могу, конечно, убить призрака, но это мне тоже не очень интересно сейчас. Куда я могу дойти? Раз, два, три, четыре, пять. Могу пройти по синему. Ну, это мне раз, два, три, четыре, пять. Мне не приближает. Потом пойду в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Атаковать я никого не атакую, зато беру себе три карточки. У меня становится очень много карточек в руке. А почему ты берешь три карточки? А там было написано взять три карты. Там была с собой карта, которую я подобрал. Ух ты. Теперь у меня карточек. И все, теперь... Забирать я, правда, и буду не скоро, зато у меня сейчас большой выбор. Да. И у меня же точек судьбы. Я хожу призраками. Давай. Призраки летят к ближайшему герою. Они по правилам, собственно говоря, призраков, естественно, летают где хотят, поэтому... Ну, так по белым стрелкам. Призраки игнорируют. Да? А, тут так написано, да. Да, именно правило. Призраки игнорируют. Игнорируйте все цвета. Нет, сначала все ходят. Раз, два. Тут входит, ну, очевидно, что я ближе всех. Раз, два. Они же призраки, конечно. Да. Тут раз, два, три. Тут раз, два, три. Они вместе, что ли? Да, получается. Дальше. Дальше. А, они сошлись в одну точку. И они теперь... И они атакуют героя, если могут это сделать. Здесь не атаковать. Могут. И атакуют. Важный момент. Про что вы еще не говорили, а это очень прикольный, интересный момент в игре. Как было, есть здание, и у них есть двери. Вот дверь можно запереть. Ну, я должен сказать, дверь заперта. Да. Когда кто-то пытается войти, и герой, например, находится вот так рядом с дверью, внутри здания, он может сказать, что дверь заперта, и не дать войти. Угу. Это первое свойство двери. Второе свойство двери, что через дверь атака уменьшается на два. То есть, за дверью никого не пускать бывает выгодно, потому что не пускать того, кто хочет тебя убить, очень полезно. Ну, так как у призрака есть такое свойство, что он может атаковать с прилегающего тайла? Ну, все можно таковать с прилегающего, и призрак, ну, по правилам действия монстров из несказанной нового, то они атакуют с прилегающего тайла. Все понял. То они сейчас совершают атаку И атака этого призрака 4 Но поскольку атака идет через дверь То атака всего лишь силой 2 Тем не менее карточку сбросить надо Ну я пожалуй вот У меня есть тут 2 защиты Это значит что атака полностью отбита И призрак ничего не сделал Кроме того что выбрал одну карточку из руки А карточки добираются только в конце своего хода Таким образом карточка Я начну ход А почему субь? А потому что я не добирал Извиняйте Здесь добираются в конце хода Это не стоит забывать Потому что купленный момент становится важным Сколько карточек в руке на охотке других игроков Не только на собой Потому что бьют они в свои ходы Выбирай карточку с временем И чтобы не сыграл Одержимый Время в ход одержимого двигаться не может Это никак не интересно Держимому двигать время Чтобы он успел сделать все что ему нравится А другим утракам все по-другому Хотя Хотя есть нюансы Ну Жень Так получилось Зашел в ночную аптеку Как это называется Ладно я хожу У меня следующий Так В принципе У тебя есть должна Карточка со временем У меня есть карточка со временем Отлично Конечно Отлично Так Ну мне выгодно ее играть Конечно Чтоб одержимый Стал неодержимым Ну когда встанет солнце Я поменяю всего лишь фигурку Ну не избавиться Это у жетона Слушай А что мне даст убийство монстра Убийство монстра даст награду В виде Жетонечка свечи Напоминаю Что жетонечка свечи У нас есть Два способа их использования Это лечиться Что рассудок Что Соответственно Жизнь не можно лечить Забросить жетончик и вылечить Это в любой момент делается Либо усилить свою атаку С бросом жетонов В чем только атаку Защиту нельзя Хорошо Так защита 2 В принципе убивать монстров Может быть выгодно Ну давай-ка я его атакую У меня атака 5 У него защита 2 Атака 5 через дверь Становится атакой 3 У него защита 2 Ага Не проходит Так если Почему защита 2 Он получает 1 рану Не я хочу его уничтожить А у него 1 Все извините Это же слабые пиздерки Призрак уходит Призрак уходит И я получаю Из запаса Своего цвета Да Потому что уже не важно Вот это уже не важно Цвета были для расстановки Или что Да Просто между донечками Достаточно странно выглядит Я думаю Что на обратной стороне Тоже будет свеча Но нет Ну что Есть ситуация Когда важна какая Есть ситуация Когда не важно Ну что ж Это что Я такое действие сделал Да И Это требует Потратить один рассудок Уже Воевать с пиздерками Да еще и ночью Точно Да Можешь делать конечно Еще одно действие С карточки Которая была разыграна Нет не могу Я бы хотел поискать Чтобы Ночь то кончается А я еще А конь не валялся Еще Может быть не так Хочется двигать время Кстати говоря Да У меня Может быть Зря Ну Все А время я не двигаю Кстати У меня карта была Без времени Так что Жаль Я просто походил Потому что Не всем интересно Двигать время Кого-то едят А кто-то ищет Просто там Сейчас я буду В двери отбиваться Прости Просто скажи Что она заперта Никого нет Приходите Уходите Так А мне надо Мне надо явно Подвинуться к двери А чтобы ее запереть Нужно стоять возле нее Конечно А ну да Логично Нужно запереть дверь Из другого конца Кук Дома Все-таки Нету Искусственного интеллекта Управляющего Всеми Механизмами Дома Ничего такого Хочешь запереть дверь Подойди и запрешь Короче Жень Ты Придум Все Засовы тут плохие Надо подпирать Самим собой Иначе никак Ты Если надо Прости Я тебя подвину Я могу Тебе услугу Такую Оказать Ой спасибо Так Ну Что я тогда Подвинуть Просто Подвинуть Теряю конечно Рассудок Ну Напоминаю Что можно Установить Рассудок Отдохнув Самое время Лечь спать Под дверью Когда Бродят Призраки Я держу Ну Это Надо Ниакие действия Не выполнять За свой ход Просто Но Ты Либо Играешь Либо Отдыхаешь Ты Уже Сыграл Понятно Да Хоть Надо Было Там Видимо Не хотелось По каким-то Причинам Ну Да Двигаю А если Я в одном Месте Двое Девев То Нападающий Выбирает Кого Он будет Дешевать У кого Поменьше Жизни Я думал К тебе Может Прийти Не Да ему Долго А ты Дверь Запрешь И не Пусть Конечно Я читаю Какая-то Коварная Ладно И так Наступает Мой Ход Что же Я хочу Сделать В этом Ходу У меня Есть Интересная Идея Я Схожу Мне Мало Мне Не надо Ну Вот Так Схожу Схожу Считаю Хватит Не потом На то Что Надо Хватить Раз Два И Ударю Того Призрака У меня Атака Шесть Этого Ему Очень Нахватает Его Я Убил Да Я Один Из Плюсов Одержимого Что Он Сильный Достаточно Для того Чтобы Кроме Героев Бить еще и призраком, еще себе свечечку за это, и переходят призраки. Вот что интересно, они хотят ближайшему герою, и две атаки на четыре, каждый из них разыгрывается отдельно, первый призрак атакует силой четыре, через дверь становится атака силой два. А он формально не сказал, что дверь закрыта. А призрак атакует соседние клетки, им не надо отдаться. В любом случае. То есть, если она открыта или открыта, это на атаку не влияет на силу атаки. Просто, если через дверь... Ну, вряд ли он захочет ее оставить открытой перед атакой. Но это не имеет значения для атаки. Ну да, это имеет значение только для входа, может ли он войти. То есть, если дверь закрыта, ты не можешь войти. Я понял. Ну, войти можно разрешить, есть причина, почему можно разрешить войти. А вот причину, почему он позволит по себе атаковать сильнее я пока не вижу но давай первая атака силы 2 соответственно защищаюсь первое таки удалось 2 призрак тоже пьет силы 2 ну да письки нужно 2 а мы видим что у тебя есть лампа собственно ход так я хожу так ну что я ищу еще еще не том что птичка вот у меня здесь на карте с птичкой я ищу трачу на это я трачу на это рассудочек и я должен здесь поискать что-то да я вот классную карту нашел ну и собственно выполнил ночную цель ночную миссию я поискал в квадрате с птичкой и просто скидываю эту карту хоть бы какую-то награду что ли назначили ну ладно награду это отсутствие штрафа в шанс на выживание что я еще хочу сделать я бы хотел потратить рассудок потратить бы но нет нет это опасно все с меня достаточно уже не ходи круто что карты сразу идут в руку несмотря на то что это колдострой как как правило в колдостроях сброс и зависит то зачем это делается данном случае не игра в колдострой как в колдострой мы не пытаемся построить идеальную колоду просто радуемся на что-нибудь хорошие не совсем про то игра нет смысла продумать сложный кабинет собрать нет такой возможности выживай как можешь я пожалуй до время отзреваю что подвинулась и кстати я должен набрать карту пожалуй отдохну установить аж на три раза сутка поскольку это дом так а напомню где мы жизнь можем восстановить жизни кроме заслуживающие потенциально есть у нас аптека там есть карточки которые могут лечить вот точке свечей а ну и конечно же стать одержимым и ночью у тебя все восстановится способ да мы видим так но ночь еще не совсем кончилась но вряд ли кого-нибудь смогу убить хотя а ты как одержимый получил за монстра награду свечку бы нет кстати у монстров я хотел сказать что есть инициатива то есть если их много на поле то есть ли они разные на поле порядок порядок ходу до смысле много видов ну и в принципе игрок с жетоном если что разбирают в каком порядке то есть это делает действует ладно давайте веселого экшена я рискую конечно подходя к призракам который будет меня атаковать возможно ну иду на четыре раз два три четыре уваливаюсь в эту веселую толпу и случилась дверь со силой 7 ну дверь ослабляет это на 2 но так она силой 5 проходит если что возразить есть есть очень очень жаль но я желаю берег после чего ходят призраки которые пытаются грызть меня силы 4 1 2 6 другого у меня есть . 2 вера на меня сразу видно что ты любишь а мире игры рискуешь и судя по так по тем играм которые ты делаешь ты любитель амери потому что евро игрок бы что делал пойду пособираю что-нибудь а я не могу собирать я евро игрок пошел бы собирать в любом обличье он бы стал здесь до утра когда превратится в человека что-то путь в никуда к сожалению для держи его потому что риск еще ку-ку-ку что надо как-то избавляться так ну хорошо поехали дальше у нас кстати карта после тебя не двигается ну что давайте это уже день да давайте день уже сделаем я хотел бы сыграть эту карту у меня есть что я буду делать я наверно скорее всего пойду раз два три что мне важнее предмет или свеча скорее всего предмет а за сутка хватит на все это раз два а нет тогда свеча ночь ты еще не кончилась это она после моего хода кончится хорошо это будет тогда свеча моего света то еще мы не знаем что за второй страницей сценарий до нишка рассудка единица прошла время двинулась и я добираю карту что происходит нас смены дня во первых в конце каждый герой теряет столько рассудка сколько призраков есть на его тайле призраков здесь 2 мы теряем по два разсу вот этот портал меня спас портал меня спас после чего надержимый временно приходит себя что приятно рассудок он при этом восстанавливать. Он хорошо отдохнул этой ночью. Он ничего не делал. В смысле, герой вместо него ходил и делал какой-то злой демон, который в него вселился. А герой спокойно спал отдыхать. И приходится, ух ты, как тут весело. Что тут происходит? Расскажите, пожалуйста. Я так хорошо выспался. Ну, если кто-то не успел выполнить условия своей ночи, то он там получает то, что положит за это. Все успели выполнить условия ночи. Да. Прекрасно. Так, и что дальше происходит? Мы берем... Дальше выступил чудесный день. У меня карточки вернулись в нормальное положение. А мы берем... Мы берем новую карту, да. Новая карта сценария. Гласит, голодные пизерки спаунятся. В местах силы. Угу. 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 Да, пожалуйста. Там, где наименьшее число монстров. Ага. А если ноль, это наименьшее число? На квадратах с наименьшим числом монстров. Наименьшее число монстров у нас ноль. И вместо силы таких я вижу три... Я вижу причину поставить трех призраков. Ну, давайте, ставьте. Получаем на поле... Да, можно поставить. Раз... Ой, прям со мной. Два... Упс... Ииии... Три... Угу. Заброшенная церковь появляется Вот она Возьмите заброшенную церковь И присоедините ее к выходу Соответственно с героем У которого находится Destiny Token Важный момент правда В Destiny Token находится уже не у меня А у того кто инициировал смену Судок Так выход значит у нас здесь Это не выход Это не выход? Просто присоедините к выходу Это вход В смысле выход из поля Но это не выход из этого места Это все лишь заброшенная церковь То есть туда можно теперь попасть Вот отсюда Да, можно зайти в заброшенную церковь Хорошо И у нас появляется карточка заброшенной церкви Которая рассказывает что там происходит Так, я могу зачитать, да? Да Значит один раз вход Если вы находитесь в заброшенной церкви Можете сбросить одну карту проклятия Вот Эти стены хранят шепот города И других мирных И другой мирной тишины Вот такой у меня уровень английского Ну вы поняли Такой немножко Алиэкспресс Но в общем здесь спокойно, тихо И можно Ну это является действием Если что Да Это является действием Это надо потратить карточку Чтобы применить действие Ну что ж Это кто же сейчас ходит-то? Жень Да? Это я ходил А это ходил? Да, это все произошло После того, как день настал Ох Так А днем же они тоже атакуют, правильно? Да После моего хода Они будут двигаться, ходить, играться Ну я, пожалуй, сбросил А вот атаковать И сбрасывать проклятие Надо разными карточками Не обязательно Или можно протоковать Ну, чтобы будет проклятие Надо сделать какое-то действие Да, да Конечно, можно и одно Если это действие в рамке проклятия спины Это правда рассудок Ё-моё, точно Надо же проклятия спины Так, если я хочу, к примеру А, ну я не вырублю Хотя нет, вырублю монстра Ну, за дверью Да, а, он за дверью Ну, никто не мешает выйти сначала Вышел, ударил, рассудок потерял Нормально Очнулся Не, не просто Там надо быть Ладно, тогда я просто скидываю её Чтобы скинуть проклятие Проклятие скидывается в этой точке А, то есть сюда надо будет идти А в смысле скидываешь? В каком смысле? Ты скидываешь карту, чтобы... Карточка играется, но не применяется Немного действия Либо применяется действие Вторым за рассудок Ну, или со вторым за рассудок Привасбрасываются в проклятие Просто здесь-то конкретное действие указано Действие Ну, я нахожусь в аптеке А, ну, ты находишься в аптеке Я нахожусь, я могу просто скинуть Не обязательно же здесь Не обязательно сундуки? Не обязательно там Написано просто в аптеке или... Да, ну, здесь есть ключевые точки А, ну, как скажешь Не хочу от двери уходить В том-то и штука, что Я стоять возле двери вечно В этом и смысл Ладно, пока Герман Ну, ладно Мы не будем это уточнять Ну, раз Ты же видишь Это автор игры А я сказал Играем так Правила еще немного уточняются Но мне это кажется разумным Спасибо, что тебе не сказали Теперь ты будешь играть с одной картой Каждый ход Вот у всех касается Так, раз подойти А, ну, я не знаю Зеленый убежит И они пойдут ко мне Понимаю Все к нам Ох Ну, что делать Ладно, если что Убегу Надеюсь Ладно, я все равно подойду сюда Да, вторым действием За рассудок Я скину одно проклятие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому